Приветствую вас, и исходя из того, что вы написали, могу предполагать, что на сына оказывается очень большое, серьезное давление, которое мешает ему сопоставить свои желания с желаниями, ну, например, вашими. То, что человека, в данном случае вашего ребенка, ничего не интересует, говорит о том, что на него оказывается большое давление. Давление очень сильно, и с ним ваш ребенок не справляется. Он не может справляться с тем, что вы, например, от него ходите. Главное, что у вас есть к нему определенные требования, определенные ожидания, и он эти ожидания стремится оправдать. Но у него не получается, потому что то, чего он хочет и то, чего хотите вы, различается между собой, к сожалению. Вы, например, хотите, чтобы он обязательно занимался в спортивной секции, а он, может быть, хочет совсем другого. И в этой ситуации, чтобы проблему решить, нужно просто оставить вашего ребенка, вашего сына в покое. Дать ему возможность самостоятельно выбирать свои поступки, самостоятельно выбирать свои действия, самостоятельно решать, где и как он будет реализовывать свою энергию. То есть, представить ему больше свободы, ничего от него не требую. То есть, хочет он, допустим, заниматься совсем другим хорошо, пусть занимается всем другим. Не хочет заниматься самбо, пусть не занимается самбо. То есть, не нужно на него давить. Главное, чтобы он хорошо учился. Главное, чтобы он не отставал по успеваемости в школе, по обучению в школе. А остальное все является необязательным. И если ребенок не хочет заниматься какими-то вещами или пробует себя, понимая, что ему это не подходит, то настаивать на том, чтобы он занимался этим или чем-то другим, что ему не нравится, ну, мягко говоря, вредно для неогребшего человека, для маленького человека, для уже, наверное, почти подростка. То есть, ребенок 10 лет, он, тем более мальчик, он уже сам составляет себе определенные схемы, которые помогают ему в жизни. И вы, когда и если оказываете давление на него, эти схемы ручат и не позволяете ему пользоваться этими схемами, предлагая ему свои. Как бы, подкрепленные временем, подкрепленные опытом, но при этом, может быть, не подходящие для вашего сына. И вопрос, который я хочу вам додать, заключается вот в чем. Не является ли ваше желание того, чтобы ребенок занимался спортом, сублимированным вашим собственным желанием, также чего-то добиться в спорте? Иными словами, не реализуете ли вы через ребенка свое собственное желание заниматься спортом? И не компенсируете ли вы невозможность этого в свое время через ребенка? Если так, то делать этого не стоит. Как любящий родитель, вы хотите своему малышу счастье, и если видите, что он прогуливает, значит, ему не нравится, его не устраивает то, что он делает, значит, настаивать на этом не нужно. Если счастье вашего ребенка в том, чтобы, например, быть свободным или вообще ничем не заниматься, вам нужно быть к этому готовым и быть готовым предоставить ему такую возможность. Ничего не делать, кроме обязательного обучения, допустим, в школе. Тогда человек не будет привыкать к тому, что его постоянно доставляют, будет привыкать к тому, что сам несет ответственность за свои слова и действия, например, сказал, что не будет заниматься и правда не будет. И таким образом это будет постепенно научать ему тому, что за свои слова и за поступки необходимо нести ответственность, а у них будут определенные последствия. А эти последствия не всегда будут являться чем-то хорошим, иногда они могут оборачиваться и негативным эффектом. Но ребенок, как и любой человек, проходит через это сам. То есть вы, понятно, руководствуетесь желанием защитить вашего ребенка от возможностей неудач, от проблем и так далее, но человек сам проходит определенный путь и сам набивает ошибки. То есть та ситуация, в которой оказался ваш сын, это как раз именно та, где он сам выберет, что ему нужно и сам решит, в какую сторону ему двигаться. Только так можно возобновить желание вашего сына что-то делать. То есть перестать на него давить и дать ему больше свободы. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Спасибо.